Если вы не понимаете, что здесь происходит, мы это делаем под руководством специально-обучных специалистов. Не делать это, как мы у себя дома. Ты мой сладкий. Добро пожаловать, уважаемые зрители! С вами канал Вин Кондишн, а мы продолжаем скоростной врыв в стандарт. Это пятая серия. Краткое содержание предыдущих четырех серий мы неистово вскрываем. Все дисплеи сетов, которые есть в стандарте, вскрыли уже четыре. Осталось всего два. Сегодня мы вскрываем. Eldraine. После того, как мы все вскроем, ребята, мы все это хорошо капассатируем, подумаем, обсудим и соберем колоду в стандарт из всего, что мы вскрывали в шести дисплеев. Напоминаю, что не нужно повторять этого дома. Вскрывайте ваши пачки с кайфом, медленно, с чувством, с толкой и расстановкой. А спидран вскрытие оставьте нам. Мы, так сказать, специально этому обучены. Итак, Eldraine. Мы, напоминаю, хотим хороших, сильных карт стандартов. Eldraine таких много. Есть замечательные замки, есть замечательные другие карточки. Но мы хотим все-таки понять, какую-нибудь идентичность нашей колоды. Все-таки контрольная она или агрессивная? Агрессия у нас пока намечается только в белом и в черном. Потому что в красном как-то совсем не получилось ничего интересного найти. Но в Eldraine есть приключения. Если она как бы вскрывать приключения и критическое количество вместе ведьмы, то можно придумать что-то в этом направлении. Но я сомневаюсь, что мы вскрываем прям влюбленных чудовищ, гигантов. Мы хотим, конечно же, вскрыть всех суперзвезд Eldraine. Свистоплеска неплохая, кстати, карточка. В частности, мы хотим, конечно, гигантов, кастикрушителей. Конечно же, феечек. Конечно же, другие карточки с приключениями. Конечно же, мы хотим предсказанный рог найти. Змеюка. Весьма-весьма качественная карточка. Вот. Всех вот этих вот. Конечно же, во всех сетах, которые мы вскрываем, мы хотели и хотим и будем хотеть находить, ребята, монобазу. Монобаза — это очень важно. Часы полуночи. И в Eldraine, в первую очередь, это, конечно же, конечно же, старочный проход. Мы в предыдущем видео, которое вы, надеюсь, смотрели. Не смотрели? Сходите, поставьте на паузу. Откройте другое окно. Посмотрите видео. Не ленитесь. В предыдущем выпуске, когда мы вскрывали базовый сет 21, мы нашли премиум карточку. Очень хорошо. Мы нашли один сказочный проход. И это круто. У нас есть шансы найти еще один, а то и два. И попробовать собрать агрессивную или не очень плотненькую трехцветочку. И, в общем-то, хорошо себя чувствовать. Пироманка. Интересная карта, но, к сожалению, все вот эти механические карточки, к которым привязаны механики сета, в частности, в Eldraine, вот эта подтема «сыграете два спелла в каждой ходу», она сложна. Хотя, хотя в Каутхейме есть такая же механика. За каждый второй спелл вас тоже вознаграждают. Поэтому можно закомбить. Змей лохмерский. То, что я тебе придумал, обозрается так, бедняжка. Так вот, замечательный контрольный финишер. Прямо если у вас будет какой-то синий контроль, змей там будет себя чувствовать как дома. Как у себя в озере. Великий Кромлях. Премиум карточка. Но есть проблема. Она очень-очень узкоспетеризированная. Она хочет зеленую колоду с толстыми существами. У нас ничего похожего пока не раскрывалось на моей памяти. Мы, конечно же, сделаем подробный классный, но скоростной анализ потом. Ну да, да, хорошо. Хорошо. Оглушительная тишина. У них есть рот, но орать они не могут. Ну, вон зеленая игра, ребят, у нас тоже вряд ли соберется. Там слишком много должно сойтись. Звезд в одном флаконе. Трактирщик. Это хорошо. Жили-были, это... С плакнем, ребят. Напоминаю, что мы честно собираем колоды в текущий стандарт. Жили-были, это не карточка. Играть ей нельзя. Ребяточки, вот убийца великанов, это кайф еще и красивый. Можете... Ой, подзорная труба файловая. Ну, в сайдборд, так сказать, в сайдборд. Друзья, если у вас родились идеи, и вы вот уже посмотрели несколько выпусков, подметили какие-нибудь интересные тренды, так сказать, в том, что я навскрывал, советуйте, пишите комментарии. Советуйте... Хорошая карта, но три бытри цари. Уууу, шайня. Советуйте, пишите, что бы мы можем собрать. Вдруг мы проглядим. Вдруг у нас там на икоре скрывались офигительные эволюционистские направления. ЛМВМ-21. Такие собираются гоблины. А я это потом прогляжу, и будет обидно. Ведьмина печь. Я отможу сразу ведьмина печь. Во-во-вот, поборник. Да, классно, классно, классно. Вас же нужно как минимум три. Поборник же должен... На первый ход выходить один, а на следующий ход еще два. Ну, как же, иначе-то по-другому. Оно работает. А это вот земелька, которую запретили, между прочим, в вечных форматах. В модерне. Хамон, земелька, запрещенная в модерне. Вдумайтесь вот. Еще в Элдерене, кроме, естественно, скачанных проходов, сильных рарок и синергичных карточек, нам интересны сайтбордные карточки. Вот эти все. Крестоносец. Потому что и отменки, и другие колор-хейтные карточки за копейку, там, четыре, видите, в красное существо. Ну, точнее, в любое, но в красное это лучше. Это все карточки, которые нам пригодятся. Мы собираем полноценную колоду с сайтбордом тоже, почему нет. Поэтому все, все в дом. Тристалище, стеклянный гроб, королевские отпрыски. Напоминаю, что мы смотрим карточки по одному шаблону. Мы собираем как бы мидренж, как бы контроль и как бы агру. Нас интересует вся монобаза, какую можно скрыть хорошая. А, весь ремовал дешевый. Вот замка, например, прекрасная карточка. И все ключевые карточки для каких-либо архитектов. То есть, там, дешевые агрессивные существа для агробелых колод. Финишеры в контроль. Чудовый счет, например, подходит. А массовые зачистки стола. Вот эта вот карточка, которая будет кошмарить вас еще долго. Фея желаний. Весьма премиум. О, так, вот он, вот он парень. Так, окей, надо феечку еще вскрыть. И у нас, как бы, ну не играть с гигантом, если ты играешь красным цветом, это преступление, если вы не знали. Карточка слишком хороша. Красивый после стада. Так. Это вот, если вдруг мы... У-у-у-у! Ну, привет! Здравствуйте! Чудовище заветное. Аяра крутая. У нас есть три торговца из Асфадели. Можно было бы прям закрутиться. Но боюсь, что не получится. Так, разобойничье веселье. Так, ну пока вскрываем мы красивых файлов суперкарточек. Это, конечно, здорово. Но у заветного чудовища тоже есть ключевая проблема. Чтобы собрать хорошую зеленую, белую, зеленую или красно-зеленую игру, их нужно чуть больше, чем один. Вторая фея желаний. Так. Что-то синее контрольное. Или синее рамповое тоже. Может, так сказать, показать свое... Некрасивое лицо. Если бы мы это видео снимали в прошлом, ребят, я бы, конечно, пошел и посчитал, сколько там клеверов. Но... Так, вторая пироманка замечу. Айронкракская. Это очень интересно. В общем-то, архетип. Потому что, скорее всего, мы там наберем оптов. Комплект. Эталон черных копий. Хорошее черное существо. Вот, даже если у него нету друзей-рыцарей, он сам с собой умеет проворачивать это. Отмечу, что это еще боевитая подкачанная барышня. Егель. Зеленое что-то. Самое страшное в этом формате, конечно, если он наберется во все архетипы. Типа, немножко карты в зеленую игру, немножко карт в белую игру, немножко в красную. Мы, конечно, хотим перевеса какого-то. Чтобы у нас какой-то спайк был, так сказать, в одном направлении. Вот, тролль в моно-зеленую, например. Но пока я опасаюсь, что так не случится. И случится у нас всего-всего, всего и понемножку. А в этом случае придется собирать что-то неэффективное, скучное. Вторая смертоносная всадница. Хорошо, черный и печенька. Печенька. Пока черный выглядит как весьма-весьма сильный цвет, потому что в нем просто есть хороший ремоуал. А остальное приложится. Остальное приложится. Стекленный гроб. Эмри, тающиеся в озере, карточка офигенская, но требует под себя совершенно конкретных карт. В этом формате. Вообще в стандарте, скорее всего, не так хороша. Катисторик бы, конечно, но могли бы заехать. Так, а так нет. Не получится. Топить в озере. Круто. Красный замок. Круто. Но вот из того, что я пока видел, агра красная у нас не соберется. Никак. Самая интрига с землями, конечно, будет вот в последнем, друзья. В последнем. В Калхеме будет интрига, сколько мы снежных земель в нужные цвета вскроем. Вскроем ли вообще. И будут ли карточки, которым не пофиг насть. Кстати, вот второй такой рыцарь. Вот это тоже проблема. Архетипные колоды на Крича-Тайпе, ребят, это здорово. И мы собрали бы рыцарей плотных. У нас там два ресталища, есть другие земельки. Но рыцарей ж не будет. В Калхеме нету рыцарей, по-моему, вообще. О, да, ну-ка, как же без тебя-то. Как же без тебя-то, милашка. Самый, самый забаненный. Самый поломанный просто. Можно снять, наверное, отдельное видео, как это, боёпик Ока. Как ушёл к успеху, как фортанул, а потом как это. До всех дошло, что это карточка, которую не нужно было никогда издавать. Жить долго и счастливо здорово, карточка плохая. Вот, ну, Ока, конечно, да. Ну, мы же не думали, что люди будут свои перманенты превращать в существа в три. Уху-ху. Не могли догадаться, ребят, не могли. Третья фея желаний. Ну, то есть, прям... Не совсем понятно, что тащить из сайдборда, кроме там ультиматума Тимурского. Ну, три фея желания, три фея желания. Какой-нибудь синий контролец вполне можем оформить. Просто синий контроль, все финишеры в сайдборде, потому что пофигу. Лапка желаний. Илдрейн про желания. Ну, давай, сказочный проход, милая. Трехцветки собирать куда интереснее, чем одноцветки. Мое личное мнение. Не совпадает с менем редакции. Так, 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 так. Ну, почти. Так, что? Все, кроме синего, да? Достойно. А, ну и две рарки, слушай. Ну, принц-то классный. Там написано, что он классный. Итак, друзья, это был Илдрейн. Быстрый разбор полетов. Монобаза. Достойно. Мы срыли четыре замка, два ресталища, ноль сказочных проходов. Это печально хотелось больше. Значит, здесь что? Хороший массовый ремоуал. Карточка, которой нельзя играть. Агрессивные зеленые. Контрольные. Интересные. Офигенный черный ремоуал. Контрольная карточка. Просто хорошая карточка. Архетип. Нет, 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 нет. Еще немножко зеленой игры. Хорошая черная карточка. Кота-печка, по-моему, у нас вообще только одна. Типа и кот, и печь, но можно проверить потом. Ну, положим. Так, рыцарь. Вылез существо. И поехали. Фея желаний. Фея желаний. Фея желаний. Ну, так интересно, да. Вторая такая. Такой мы не будем класть. Вот это здорово. Гусей нету, кстати, хочу отметить. Это здорово. Королевские отпрыски в слоте. Сбойников. Такая, такая, такая. Интересно. Интересно. Здесь что, есть принц. В Ериона вообще залезет, как родной. Око, порадуемся. Видишь, там еще было чудище. Да, конечно, зеленая игру. Почему нет? Полшебная позорная труба. Ну, просто порадуйтесь, какая она крутая. Все. Достойно. Интересно, конечно. Интересно, что два таких. Интересно, что два таких. Интересно, что три феи. Это прям аберрация. Вы понимаете, что по три района не вскрывают. Вообще, как вы заметили, тут много одинаковых рарок. Ну, то есть, две таких, две таких, две таких, три таких. Прямо Eldraine какой-то сфокусированный сет хочет нам прямо намекать. Сейчас мы быстренько просмотрим Uncommon. Попробуем какие-то ключевые из них выделить. В первую очередь, нас интересует агрессивность, что я ремувал, конечно же. И вылью вот этот вот связанный с... С приключениями. Приключения самое интересное, что есть в этом сете. Вот. Но вот, опять же, пока дизайн всего, что мы вскрывали, мягенько намекает либо на Люруса, либо на Ереона. Просто, ну, так вот получилось, ребят. Нет, котик, еще одного вижу. Все-таки он не один. Клевера бы мы посчитали в любой другой вселенной, но клевером играть нельзя, поэтому нет. Нет, 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 нет. Ну и рыцари, да, но я не думаю, что их там наберется. Эти просто хорошие. Привезное поражение у цуки ремувал. Попасть в историю все-таки карточка. Стеклянный гроб. Мне кажется, у нас там примерно три гроба стеклянных. В этом наборе. У нас подозрение такое есть. А это весьма неплохо. Трактирщик. Но трактирщик это из той же самой серии, что и клевер. То есть круто. Вот эта карточка весьма не сильная. Если ткенов найдем, можно будет попробовать. Нет, рыцарей тут слишком мало. Потом отдельно посмотрим в первую игру. Да, и конечно, у нас нету, к сожалению, нормального количества этих самых сгонов. Но вот один гиганток. Но это мало. Чтобы разогнаться, мало. Но неплохо. Два гроба прям премиум. Вот. Две угонялки не знаю. Такие есть, такие есть. Вот этот архетип не соберется, как вы понимаете. Но есть над чем подумать. То есть есть как бы. Есть ремуал. Как минимум откидаться есть. То есть мы будем играть чем-то черным контрольным или синим контрольным. Справимся. Так, друзья. Это была предфинишная прямая. Мы вышли на космическую первую скорость. Сейчас плотненько доскрываем в следующем выпуске этого видео Карт Хейм. И перейдем к декбилдингу. Аналитика. Смелые вбросы. Неадекватная оценка карт. И рок-н-ролл, ребята. Всем пока. Смелые вбросы.